Как выглядели монеты эпохи Клеопатры, Александра Македонского и Марка Антонио, можно увидеть на выставке от античности до Средневековья. Монеты Древнего Рима и Византии. Здесь представлено более 700 уникальных экспонатов. Все монеты подлинные, самые старинные, датированы V веком до н.э. По ним можно изучать историю. Так, после восстания Ника в Константинополе, византийский император Юстиниан провел реформу медных денег. На них стали чеканить портрет государя. Что самое интересное, в другой руке он держит щит. Здесь, может быть, не очень хорошо видно, но на этом щите, вы удивитесь, изображение Георгия Победоносца, поражающего, значит, копьем змея, точь-в-точь, какое потом появилось на московских монетах Ивана Грозного и перекочевало таким образом на герб Москвы. Это был один из символов священной власти византийского императора и его способности побеждать варваров. Коллекция принадлежит Михаилу Российскому, историку и дипломату. Он собирал монеты около 20 лет. Признается, что уже тогда люди умели делать фальшивки. Так Гайюлий Цезарь нуждался в армии. Однако платить наемникам было нечем. Тогда великий, но беспринципный полководец пошел на хитрость. Например, вот этот динарий мы видим. Он на самом деле медный динарий. Вот медная его основа, покрытая тонким слоем серебра. Расчет был на то, что солдат пропьет эту монету в ближайшем кабаке и не успеет понять, что на самом деле она фальшивая. Но это фактически фальшивомонетничество под государственным прикрытием. Выставка дополнена предметами античного быта, особенными испанским коллекционерам. Она наглядно показывает, что можно было купить за эти деньги. Например, уникальный образец провинциального римского ювелирного дела. Перстень обнаружили на территории современных Балкан. Вот он жил в каком-то провинциальном эллирийском городе. И ему очень хотелось, чтобы его считали чем-то вроде константинопольского сенатора. Сенаторы в Константинополе, как знак своего достоинства, носили такие тяжелые золотые перстни с монограммами. Но человек был явно из среднего класса. И денег на золотую перстень у него не было. Поэтому он заказал серебряные перстни с золочением. Вот по золоту, к сожалению, сошла за прошедшие века. Местами там она еще видна. Серебряная основа осталась. Таким вот образом мы знаем о каких-то давно угасших амбициях некоего римлянина, позднего, который жил в пятом веке в провинции Лирия. Стоит отметить, что в обиходе находились серебряные и медные деньги. А вот золото было редкостью. Его использовали для накопительства и прятали в тайниках. Посетить выставку от античности к средневековью монеты Древнего Рима и Византии можно в библиотеке имени Горького. Она продлится до января. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания, Город.